Нигит, мы вас поздравляем с вызовом Бормана, какие у вас впечатления от первых занятий? Кто вам об этом сообщил, что вы теперь вызвали Бормана? Я узнал из соцсетей, у меня за день до этого была игра и проснулся, в соцсети бурят, все поздравляют. Ну да, приятно быть здесь, все-таки одна из моих целей существовала, дальше больше. Виталий Кафанов в одном из интервью говорил, что еще раньше с вами связывался и пытался приехать на вашу группу, но так не получилось. Расскажите про общение с Кафановым до этого вызова. Ну да, Виталий Кафанович набрал за 2-3 недели до вызова, просто пообщаться, познакомиться. Хотел приехать и на тренировку, и на игру, но не получилось, сами знаете, там ковидные меры, да, и я думаю, Виталий Кафанович тоже планов много. Но это в будущем, я надеюсь, у него получится. Виталий Кафанов сказал про то, что два вратаря, которых он рассчитывает, это Гилер Месофонов, среди них он будет выбирать. Ты понимаешь, что ты сейчас сегодня приехал, просто познакомиться скорее, да? Или ты готов конкурировать? Мне Семизов скажут, что играть, я буду играть. В принципе, я думаю, здесь всех вызывают, чтобы все должны быть готовы к этому. То есть, я думаю, здесь нет такого, что кто-то приехал познакомиться, там, сборная России здесь, как бы, должен быть готов на 100%. Кафанов говорил, что он хочет к себе съездить, чтобы посмотреть, как ты работаешь, как раз на тренировках. Вот ты сегодня провел вчера, что-то необычное, это увидел в работе Кафанов? Вот, если ключевые какие-то моменты выделяете? Вчера не получилось, да, у меня позавчера игра была, вчера свой день летел. Сегодня, да, очень понравилось, поздно, такая знакомительная, можно сказать, втягивающая, да, потому что, опять же, игра была. Ну, Петаль Тальше легенда, да, то есть, мастер своего дела. У меня всегда хотелось с ним поработать, в любом случае. И так, пока, что такого, прям, вы видели чего-то, ну, не могу, но мне приятно с ним работать. Пару дней назад появилась информация о Норвиче и Уотфорде. Можешь как-то прокомментировать, что ты знаешь, и хотелось бы тебе попробовать себя в Англии? Точнее, ты уже пробовал, вот, вернуться туда? Вообще, ничего не знаю. Ну, видел это хотел? Ну, видел. И как? Никак. Ну, то есть, вы спокойно реагируете на слухи, которые появляются? Вообще. Это АПЛ, это ваша мечта? Ну, мечта мечтой, но у меня сезон в самом разгаре, 6 игр осталось. Мы 4 игры в чемпионате, 2 лиги конференции, да, и как бы сейчас вся концентрация на этом, да, то есть, ну, слухи слухами, но пока ничего такого серьезного я не слышал. С кем-нибудь в игроком сборной были знакомы до этого, может быть, молодежки пересекались? Ну, да, с ребятами 95-го года рождения, со всеми практически знаком, да. Поэтому, приятных видеть, давно не виделись. Для вашего клуба вызов в сборную стал обычным, ординальным событием, или как-то, может быть, провожали, все-таки не каждый день в сборную России? Все поздравляли, все рады, безусловно, от сборной России, да, как бы. У нас ребята, 3-4 игрока вызваны в Норвегию, в сборную, один в Исландию, поэтому я не один, да, кто представляет свою страну, но, да, им было очень приятно. В заборной здесь кто-нибудь вспоминал вашу победу над Ромой и врагов, как-то, как-то, очень сильно на тему? Нет, нет. Так, пока даже не удалось пока ни с кем пообщаться. Валерий Девевич тоже, да, на тему не было? Нет, нет, пока нет. Вы говорили о том, что Англия, это ваша мечта, вы переестр в Россию вообще не рассматриваете? Я вообще ничего не рассматриваю. Я только концентрируюсь, как сказал, на чемпионате. Никит, болельщики не так многоинформированы о вас. Я правильно понимаю, что, если говорить о словах специалистов, может быть, в ваших ощущениях, ваш плюс, игра ногами и на линии варок. Вот об этом давайте порассуждаем, расскажем. Ну, я вратарь, да, в принципе. Сейчас моя работа, да. Можно сказать так, я не эксперт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!